Приветствую вас, аноним. Я, честно говоря, не очень понял, чего вы хотите от психологов. То, что вы написали, это очень похоже, знаете, на какой-то такой поток мыслей, вот. Ну, просто вот какой-то поток мыслей у вас идёт. Безусловно, тут есть и, конечно, некоторые проблемы, это безусловно, ну, чувствуются, чувствуются, чувствуются некоторые проблемы. Это факт, конечно, совершенно, вот. Но я не очень понимаю, что вы хотите от психологов конкретно, в том смысле, что ваш вопрос, да, как быть с мамой, он тут не раскрывается, понимаете. То есть, есть разросленные факты, ваша мама, ваша жена, ваши отношения с мамой, ваши отношения с братом, всё, по факту. Сейчас мне кажется, что здесь вы как-то крайне сумбурно прошли к написанию вопроса. Итак, я живу вместе со своей семьёй. Кстати, сложно удержаться аргументария, поэтому вы меня простите заранее. Я не хочу ничего плохого, вот. Ну, вообще, это нормально всё, что люди живут со своей семьёй. Со своей семьёй, не родительской. У меня двое детей. А, значит, супер. К чему вы это написали, не очень понятно. Первые два предложили. Мама с братом приехала ко мне домой. Была здесь около месяца. Была здесь около месяца. Точка. Мама с братом приехала ко мне домой. Хочется спросить у вас. А зачем? Зачем она, собственно говоря, приехала? Знаете, что это вот, для чего? Понимаете, понимаете, какая ссора, а какие у вас отношения с ней, вот, с мамой, с братом, да, важный момент. Дальше, так, в один из дней моя жена грубо со мной поговорила о предсутствии мамы, так, ваша жена грубо с вами поговорила о предсутствии мамы, что-то мне бы, конечно, хотелось бы понять из-за чего. О, боже, жена так с вами поговорила, 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 вот, то есть, почему она с вами так разговаривала, вот, силу чего, то есть, что сприватированный такой её всплеск в отношении вас, насколько вы отдаёте себе отсчёт о состоянии отношений с вашей женой, вот, то есть, это очень важно. Дальше. Мама мне сделала замечание, что со мной плохо разговаривала жена. То есть, мама здесь поспела, как классический родитель, да, вместо того, чтобы тактично промолчать, да, она, соответственно, по сути, по факту, она просто вмешалась в ваши отношения. Чтобы что? Чтобы саму трудиться, отказать свои силы. Для чего? Чтобы чувствовать себя более значимой, более важной. Так, я маме сказал, что сам разберусь с этим вопросом, когда вы уедете отсюда. Вы сказали, что, ну, вы написали, что высказали это раздражённо. Достаточно, достаточно. Вот, и, в общем, на мой взгляд, на мой взгляд, да, ага, нужно, вам определить причину своего раздражения. Вот. То есть, конкретно, из-за чего и почему вы испытали раздражение. на маму, или вы испытывали раздражение, или на жену вы испытывали раздражение. То есть, это тоже очень важная история, которую, ну, вот, собственно, необходимо скорректировать. Причина раздражения. Дальше. На следующий день мама уехала к брату на квартире, где у него практически закончился ремонт. Мама была очень обиденна на меня, а знаешь что? Да извините, она хотела обидеться, чтобы, опять же, привлечь ваше внимание к себе. Это она сама спровоцировала конфликт, в данном случае, сама обиделась. Это был её такой сценарий поведения. Мама была очень обиденна, затем она плохо очень спала, стала плохо чувствовать, она сказала, что у меня впервые за 45 лет, у меня впервые за 45 лет пьёт много лекарств. Но здесь у меня такое ощущение, что она искала повод для того, чтобы вас обвинять. То есть, вы здесь ни при чём, а то, что она плохо спала, ну, да, если это правда, то это исключительно её проблема, не ваша. Когда я пришёл к брату, зачем? Чем бы даже не вы пришли, она меня очень сильно поругала, сказала, что я плохой сын, что выгнал из дома, что у меня плохая остановка дома. Ну, опять же, обвинения какие-то. Вчера, когда я прохожал домой обратно, она тоже сказала, что меня очень плохо встретили, что очень плохо провела в отпуске, ухудшила на здоровье, не знает, как будет дальше. Вчера, на самом деле, очень так, ну, истерическое поведение, прочитайте о нём, почитайте о нём в интернете, плюс игра, психологическая игра, попался в Сукен Сын или ПСС, тоже почитайте об этой игре в интернете, я думаю, что там станет несколько лучше, ясно, несколько лучше вы будете понимать, что происходит. Я чувствую больше угрызения совести, что не уделяло ей много внимания, если бы не замечание моей жены, тогда бы мама чувствовала себя хорошо. Это ошибка, потому что это логическая ошибка, потому что замечание вашей жены ни в коем случае, ни при чём. Вот, ваша жена, она сделала вам замечание, исходя из своих причин, да, то есть тут, как бы, в контексте мы не знаем, но хуже вашей маме из-за вашей жены стать не могло абсолютно никак, потому что, ну, потому что ваша мама, она взрослый человек, и я полагаю так, что сама отвечает за то, что с ней происходит, да, она сама, как бы, в ответе за свое, значит, здоровье, она сама в ответе, в ответе за свои эмоции, вот, и, ну, никак, вот, абсолютно никак, как ваша жена не могла повлиять на то, что ей станет плохо, ну, что ей стало плохо, так сказать, вот. Другой вопрос заключается в том, что вы позволили себя втянуть в это, вот, и, по сути, переложить ответственность, опять же, опять же, да, переложить ответственность, ну, себя в этой ситуации на жену, вот. То есть мне кажется, что тут вы, ну, в некоторой степени, да, просто вот так же, как мама ваша, себя вставили, вот, вот, и, значит, вот, за, и, соответственно, просто приложили ответственность, вот. Так что, мамонич нужно поставить в ответность о том, что она пришла границе, когда сделала замечание вам при жене, вот, и, в общем-то, ограничить вам необходимо себя от нее, вот, и перестать пытаться соответствовать ее ожиданиям от вас, которые она впитает в результате своих потребностей, своих желаний, своей неудовлетворенности, вот. Что касается чувства вины, то от него вам нужно освободаться. Что касается принятия личной ответственности, то ей нужно учиться. Там это сейчас вы прикладываете ответственность то на маму, то на брата, то на жену. Он будет абсолютно деструктивный, вот, и, соответственно, если вы будете продолжать так дальше, то рискуете разрушить свою семью. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.